Витебский вокзал связывает Петербург с городами Восточной Европы. Ежедневно сюда приходят поезда из Днепропетровска, Одессы, Минска, Кишинева. Поезда везут студентов, трудовых мигрантов, туристов. Кто-то останется здесь ненадолго, кто-то навсегда. В сумках и чемоданах продукты, фрукты и овощи, хлеб и вино. Вот этот поезд, он давно уже связывает Кишинев и кишиневцы, которые живут в России. Еще со времен, когда были студентами, студенты постоянно тосковали по домашней идее, по домашнему очагу. И вот этот поезд им как бы привозил кусочек домашнего тепла. И я вот решил тоже в это нелегкое время для российско-молдавско-украинских отношений политических. То есть как-то доказать, что все-таки можно жить мирно и по-доброму. Витебский вокзал, ставший основной площадкой публичной программы «Биеннале-манифеста», снова принимает современное искусство. На этот раз оно будет доставлено самым естественным для вокзала способом – по железной дороге. Вагон-ресторан поезда «Притения», то есть «Дружба», следующего по маршруту Кишинев-Петербург, привезет блюда, приготовленные матерью и сестрой художника Павла Браилы, специально для петербуржцев. С железной дорогой художника связывают воспоминания. В юности он провел две недели, работая в вагоне-ресторане поезда, курсирующего между Кишиневом и Москвой, и до сих пор помнят, как желанные в столице молдавские фрукты обменивались на Кока-Колу и Пепси. Угощают молдавскими национальными блюдами – сочной плациндой с капустой и морковью, голубцами со сметаной и, конечно, вином. Перформанс Павла Браилы мягко вторгается в городское пространство, демонстрируя, что все, что в этом пространстве происходит, может быть искусством, если смотреть под правильным углом. Впрочем, в интерпретации молдавского художника современное искусство можно не только увидеть, но и потрогать, понюхать и даже попробовать на вкус. Очень вкусно! Помимо угощения, гостям предлагают посмотреть трогательные видео. Вот мама художника раскатывает тесто, а через пару секунд в кадре произносится тост за здоровье всех художников. Я не думаю, что эти вещи нужно сразу жестко кодифицировать как искусство. Я не думаю, что нужно отечественного потребителя, в том числе и искусства, который привык относиться к этому как к чему-то особенному, сразу нагружать и оглушать по голове тем, что это искусство. Если я скажу, что это взаимодействие, то это будет неправильно, потому что взаимодействие является конечной целью современного искусства и одновременно отсылает к эстетике взаимодействия. Кажется, в этом случае конечная цель современного искусства была достигнута. Случайных посетителей было немного, но даже они не сомневались. Происходящее – это искусство. Ну, искусственно приготовленная еда – это, безусловно, тоже момент творческий. Естественно, это относится к ряду искусств определённых. И пусть не каждый понял все тонкости смыслов, вложенных в этот пир во время не чумы, но войны, совместная трапеза примеряет и толкает к диалогу. Это действительно очень грустно, потому что политика – это всё-таки политика, она ничего не имеет общего с людьми, к сожалению. То есть государство – это не Родина. Родина – это то, что нас связывает, наши узы, наши корни, наши воспоминания. Государство преследует совсем другие цели. И, к сожалению, в наше время государство не заботится о своих гражданах, и тем более такое государство, как и Россия. И всё же художественный язык Павла Браилы, так тонко говорящего о самом сложном, заочно вступил в конфликт с языком бюрократическим. 21 июля Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз фруктов из Молдавии в Россию. Молдавская трапеза на Витебском уже через два дня оказалась вне закона. Что только подтверждает – политики избежать не удастся. Даже для носильщика, привычно ожидающего Кишиневский поезд на перроне Витебского вокзала, настанут другие времена. Продолжение следует...